И это показывает, насколько оторванными от реальности стали рынки. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Начнём с того, что я хотел бы начать что-то новое на своём канале. Что-то такое, что превратило бы вас в его полноценных участников, а не просто зрителей. Итак, если у вас есть история, связанная с банками, финансами, криптовалютами, например, ваш банк незаконно присвоил ваши деньги, и такое бывает. Или же вы каким-то несправедливым образом потеряли свои криптовалюты. Или же вас преследует налоговая за вывод криптовалюты с биржи. Или же, возможно, вы видите в сфере своей деятельности что-то, что намекает на назревающую рецессию или кризис. Возможно, вы стали одним из тех, кто попал под массовые сокращения и увольнения. Всем вам я хочу дать шанс осветить вашу историю на достаточно большую аудиторию, 58100 человек. Поэтому пишите свои истории на почту, которую сейчас видите на своём экране. А мы переходим к контенту. Давайте поговорим об очень горячей теме, которая на первый взгляд не кажется совсем уж катастрофической. Но на самом деле индекс, о котором пойдёт речь, является одним из самых объективных индикаторов экономической активности, поскольку измеряет спрос на сырьё в реальном времени, а также рассматривается как индикатор будущего экономического роста. Очень важно, подчёркиваю, будущего экономического роста. Это барометр экономики, если можно так выразиться. Этот конкретный индекс отражает стоимость перевозки сухого груза морем по 20 основным торговым маршрутам. Грузы включают в себя уголь, руду, зерно и так далее. Почему сегодня я обозначил заголовок видео большими буквами? Потому что на сегодня этот индекс в самом прямом смысле обрушивается. Индекс, отображающий будущий экономический рост, находится в коллапсе. В частности, индекс Baltic Cape Size упал на 92 пункта, или же на 98,9%. Это самое резкое за всю историю падение, означающее, что спрос на крупногабаритные сухогрузы и танкеры, грузоподъёмностью выше 150 тысяч тонн, внезапно стал почти нулевым. Теперь, пока некоторые люди предпочитают притворяться, что ничего страшного это для других отраслей экономики не принесёт, напомню вам, что мы уже видели, как индекс для судов типа Cape Size достигал рекордных низов. И чем это оборачивалось для мировой экономики, например, в 2008 году. В пятницу основной индекс морских грузоперевозок Балтийской биржи упал, и ставки на Cape Size суда достигли рекордно низкого уровня. Это может причинить развитие экономического шока в Китае, поскольку две трети его экономики практически закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса. Если говорить о самом Балтик Драй Индекс, который учитывает не только Cape Size, но и суда типа Панамакс, Балкер, Супрамакс и другие, он упал на 11 пунктов, до 487 пунктов. А это самый низкий уровень с апреля 2016 года. Балтийский индекс является наиболее важным показателем для темпов массовых перевозок. Тариф определяется на основании ставок, уплачиваемых за перевозку сырья по 20 самым загруженным маршрутам доставки. Сегодня эти тарифы резко падают на 80,2%. Нужно понимать, что индекс продолжает падать. Только на этой неделе Балтийский индекс упал на 10,5%, а заводы и города в некоторых крупнейших промышленных центрах мира практически остановились. Само по себе это, конечно же, вызывает экономический шок, который впервые наблюдается в индустрии металлов, а цены на энергоносители в последние несколько недель только падают. Мы уже говорили о том, что индекс на крупногабаритные сухогрузы упал на рекордные 98,9% за последнюю неделю. Это абсолютный рекорд за всю его историю. Также индекс на суда типа Панамакс упал на 3,5% за пятницу и на 14% за неделю. Индекс на суда типа Супрамакс упал до 524 пунктов в пятницу. Изучив индекс, мы понимаем, что за последние 4 месяца он рухнул так сильно, как не падал со времен 2008 года. Они нам рассказывают, что экономика никогда не была так сильна. И что мы находимся в бурном развитии, аргументируя это только показателями фондовых рынков, которые с 2009 года только растут. Но если взглянуть на Baltic Dry Index и сравнить с прошлым годом и с прошлыми годами, то мы совсем не видим подтверждения этим словам. На самом деле, совсем не часто в истории было настолько плохо, как сейчас. Экономика уже сейчас находится в стадии замедления. Под этими словами я имею в виду экономические показатели, такие как те же грузоперевозки по морю. И это, кстати говоря, совсем не то, с чем они могут действительно справиться. Более того, они оказались не готовыми справиться с этим. Вот еще одно доказательство этому. Тотальное падение товарных фьючерсов, который в настоящее время состоит из 19 товаров. Алюминий, какао, кофе, медь, кукуруза, свинина, пшеница и так далее. Фьючерсы на медь падают с 2017 года. Такого длительного падения они не знавали с 1986-го. Надо заметить, что эти тревожные факторы являются большим риском, в частности для Китая, чья экономика явно движется к резкому падению, и для всей остальной мировой экономики, которая и так замедляется. Балтик Драй Индекс упал на 80% с сентября 2019 года. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Индекс начало лихорадить еще до всех недавних событий. Без сомнений, эти события лишь усугубили положение вещей, и мы с вами уже ходим по тонкому льду. И если бы я был тем, кто правит балом, я бы даже обрадовался бы этому. Ведь это идеальная причина для того, чтобы объяснить коллапс экономики, долго накачиваемой деньгами и долгами. Мы не виноваты, это вот третья мировая ваша до вирусы. Нам просто не повезло, когда мы крутили барабан, так они скажут. Более того, им это необходимо. Они хотят этого. Они знают, что экономика должна рано или поздно пройти новую коррекцию. Она должна рухнуть, чтобы очиститься от эксцессов прошлого. Джером Пауэлл это знает. Дональд Трамп это знает. И все остальные это знают. Печально только то, что все это обернется смертельным ударом для портфелей множества людей. Теперь давайте поговорим об индексе деловой активности в Чикаго, который находится на самом минимуме за последние 4 года. Да он просто разваливается на протяжении уже почти 3 лет. Посмотрите на это. Сейчас он стремится к цифре 40. Чтобы вы понимали, все, что ниже 50 и 45 пунктов, означает замедление темпа в развитии экономики. На данный момент он составляет 42,9. Индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарные запасы на складах. Все это падает. Учитывая отток населения из города, который продолжается уже четвертый год подряд, дела плохи. Похоже, Чикаго повторит судьбу Детройта, который когда-то был пятым городом по населению в США, а теперь является иконой разбитой американской мечты. Чикаго на данный момент является третьим по числу жителей городом в Штатах после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Но беда в том, что и Нью-Йорк, и Лос-Анджелес также находятся в отрицательном демографическом режиме. В Нью-Йорке, к примеру, население падает с 2016 года. Похоже, в скором времени в Соединенных Штатах произойдут серьезные изменения, которые коснутся и их экономики, и мировой. Чтобы вы понимали, вот этого никто не ожидал. Это шок для всех. Все ожидали постепенный и спокойный рост этого индекса. А вместо этого индекс рухнул до уровней, которых мы не наблюдали с декабря 2015 года. До 42,9 пункта. Чтобы экономика росла, эта цифра должна быть выше 50. Ожидалось, что индекс будет расти до 48, что, конечно, не дотягивает до 50, но все-таки не 43 же пункта. Ожидание ожиданиями, слова словами, но цифры говорят сами за себя. Показатели говорят сами за себя. Экономика далеко не такая замечательна, какой ее описывает кто-то вроде ФРС, указывая на то, как долго растет фондовый рынок США. И, мол, никогда за всю историю не был таким дорогим. Индекс предпринимательской уверенности также летит вниз, начиная с 2017 года. И уже находится на уровне 2012-2013. Этот индекс отображает состояние делового климата в странах. Индекс деловой уверенности по оценке OECD основывается на оценке компании по текущему состоянию и прогнозам объемов выпуска продукции, ее остатков и спроса на нее. Как вы видите, этот индекс также последние три года чувствует себя, мягко говоря, неважно. Индекс деловой активности по всем штатам США, даже несмотря на местные резервные системы, которые местами пытаются выровнять ситуацию, находятся на отметках в 46-48 пунктов. За 10 лет так низко он еще не падал. А в таких регионах, как Чикаго и окрестностях, ситуация вовсе ужасающая. Ведь сокращение на протяжении 7 месяцев подряд еще никогда за всю историю не наблюдалось. Если только речь не идет о рецессии. Во время рецессии это наблюдалось. Еще раз повторюсь, такого длительного сокращения в Чикаго не происходило никогда, только если мы уже не находились в состоянии рецессии большими буквами. Уже они находились в состоянии рецессии. Исходя из этих цифр, Чикаго уже находится в рецессии. Если это то, что они называют самой сильной экономикой за всю историю, экономическим чудом в штатах и самым стремительным ростом экономики, то как они назовут самый настоящий финансовый кризис? Боюсь даже представить. Самое забавное, что штат Иллинойс, где и находится Чикаго, отбирает из федерального бюджета чуть ли не больше всех денег. Так много денег и создает огромнейшие облигации, с дохода от которых потом им нужно платить налоги. И вдруг люди просто уезжают из штата. Да, сначала это происходит медленно, но затем ускоряется. И такого рода вещи, о которых мы говорили выше, только усугубляют ситуацию. И люди будут бежать из штата еще быстрее. А затем везде останутся лишь окна с разбитыми стеклами. Если вы никогда не были в Детройте, то я скажу вам, таких окон там с лихвой. Даже в городских районах, которые считаются лучшими, где можно купить дом за 200 тысяч долларов, внизу улицы вы найдете целое заброшенное здание. Это демографический и экономический упадок, рухнувший мир. Это ли то, на что может стать похожим и Чикаго? Наверное, жутко видеть фактически памятники американской архитектуры в заброшенной пустыне, которая съела чьи-то мечты и судьбы. Очевидно, участники рынка не были готовы ни к чему, кроме исключительного восстановления рынка и экономики, при исключительно депрессивных экономических показателях. И по всей видимости, восстановление экономики также может оказаться невозможным, если мы продолжим наблюдать за тем, как системы поставки грузов, товаров, сырья и так далее будут полностью коллапсировать. Я про эти минус 80 процентов. Это уже не шутки. Это сумасшествие. Но еще безумнее, что официальные лица все перекручивают с точностью наоборот и говорят, это хорошие цифры, это хорошая информация и хорошие показатели. И это показывает, насколько оторванными от реальности стали рынки. Потому что то, что я вижу, это плохие времена для экономики. И единственным решением с их стороны является нажать на кнопку печати на принтере ФРС, наполнить рынок деньгами и рассказать в СМИ, как все хорошо. Меня зовут Богатейщий Ди. Богатейте. Богатейте.